Девушки отдыхают Сегодня премия посвящена музыкальному Олимпу. А ты знаешь, как зовут главного греческого бога? Зевс. Правильно. А ты знаешь, как зовут главного греческого бога? Знаешь? А, Геракл? Геракл? Самый сильный. Для меня Зевс. Правильно. Вот это да, вот это вот нежданчик. Кто? Геракл? Зевс? Знаю. Зевс? Зевс. Правильно. Зевс? Зевс. Да, что все. Давно не виделись. Ну не говори. Ну все, вымахнул. А ты знаешь, как зовут главного греческого бога? Зевс? Правильно. Газан? А Зевс? Не Газан. Зевс. Правильно. Как зовут главного греческого бога? Матвей Александрович. Зевс. Есть Афина. Она похожа на меня. Геркулес, да? Геркулес. Нет? Матвей Александрович. С. А дальше? С. С. В? Я не знаю. С. А, Зевс, конечно же. Точно. Сейчас я вспомню. Я знаю, есть Аид. Я забыла. Честно, я забыла. Я помню. Какая первая буква? С. А, Зевс. Ё-моё. Правильно. Зевс. Правильно. Ай, здравствуй, красавчик. Давно не видел. Давно, давно. Давай, раскатывай меня всеми курьезными вопросами. А ты знаешь, как зовут главного греческого бога? А, Зевс. Правильно. Подскажи, на ушко. У нас там начинается. Зевс. 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 Здравствуй. Здравствуйте, красавец. Как у вас дела? Хорошо. Это вы со стилистом работаете или вы сами? Сам. Мама. Мама делает все. Я тоже сам вру. Да. Да. Ты уже такая взрослая. А вспомни себя маленькой. Что бы ты сказала себе тогда? Какие три совета? Так, три совета. Ничего не бойся делать так, как тебе хочется. Ни с кем себя не сравнивай. Ты самая лучшая. И третий. Учись. И используй любые возможности для этого. Удача любит подготовленных. Никогда. Ничего не бойся. Никогда себя ни с кем не сравнивай. У тебя свой уникальный путь. Смотри только на себя. И, конечно, всегда анализируй свои ошибки, что ты сделала не так. Но это всегда, никогда не сдаваться. У меня всегда написано везде «Never give up». Потом, будь в себе уверен. И будь уверен в своей музыке. И все получится. Ничего не бойся, Машенька. У тебя все получится. Наверное, да. Это один и единственный совет. Я думаю, что он нужен любому человеку в любом возрасте, чтобы придать уверенности и силу. Наверное, не забывать мечтать еще. Верь в себя. Верь в свою мечту. И не давай никому себя обижать. А вспомни себя маленькой. Что бы ты сказала себе тогда? Какие три совета? Ты умница. Продолжай. Люби этот мир. И взращивай в себе любовь. А сможешь ли ты продолжить знаменитые фразы учителей? Начнем с самой простой. Ой, а голову ты дома? Не оставил. Правильно. Даже учителя не любят зануд. Таким часто говорят. Если ты такой умный, то... То иди и помойся. Я последняя буква... В алфавите, конечно. Я последняя буква... Алф... Да. Я случайно сказала ответ. Не так. Я ответ случайно сказала. Ой, а голову ты дома забыл. Если ты такой умный... Если ты такой умный, встань и сам веди урок, чтобы... Правильно. Выйди из класса и... Доешь свою пиццу. Нет. Но я любила есть пиццу в школе. Теле-теле тесто. Жених и невеста. Ой, а голову ты дома? Не забыл. Ой, а голову ты дома? Не забыл. Правильно. Ой, а голову ты дома? Не забыл. Если такой умный, то... То... Сам реши. Встань на мое место и проведи урок. Я последняя буква... В алфавите. Вот бежишь ты после звонка в класс, боясь опоздать на урок, а на тобой разносится. Выйди из класса... А, вон. Ой, а голову ты дома? Не забыл. Правильно. Ой, а голову ты дома? Не забыла. Правильно. Если такой умный, то... Сиди дома. Нет? Если ты такой умный, то сам иди и учи. Да, правильно. Я последняя буква... В алфавите. Правильно. Выйди из класса и... Выйди из класса и... И улыбнись. Я последняя буква... В алфавите. Правильно. Выйди из класса и... Выйди из класса и... А вот это я не помню. А, и зайти нормально. Выйди из класса и принеси мне пирожное. Выйди из класса и станцуй польку бабочкой. Ладно, эти все ответы принимаются. Я последняя буква. Алфавита. Правильно. Выйди из класса и... Гнида. Что? Правильно, все правильно. Кто чаще списывал? Ты у одноклассников или они у тебя? У меня списывали все одноклассники, одногруппники, в университете и во всех двух. Списывала я частенько. Если физику, то у меня списывали. А если геометрию, то списывала я. 50 на 50. Я списывала у своей лучшей подружки, а она у меня. Мы были отличницами, и когда кто-то был не готов, мы помогали друг другу. Скорее всего, я у одноклассников, но я пока что не хожу в школу, я на онлайн обучение, поэтому списываю у репетитора. Я, конечно, списывала. Кто чаще списывал? Ты у одноклассников или они у тебя? Я сразу опережаю твой вопрос. Я. Конечно, я. Я также. Тебе нравилось учиться в школе? Да, мне было всегда очень интересно. Я обожала школу, я была отличницей, поэтому я учиться очень любила. Ну и моментами. Не всегда, конечно, но на физкультуре и на музыке очень нравилось. Тебе нравилось учиться в школе? А, да. Мне очень нравилось. Я не фанат школы, но в какие-то моменты, да, на каких-то уроках я прям любила находиться. Тебе нравилось учиться в школе? Нет. А почему? Ну, просто не нравилось. Мне нравилось музыку слушать. Иногда. Ну, да, иногда и да, и нет. Под настроение. Просто были предметы, которые нравились, а были предметы, которые я вообще просто ненавидел. Ты знаешь, в первом классе нравилось, а потом не нравилось. Потому что я так сильно старалась, и у меня всегда был такой синдром отличницы. Вот если я получала три или, не дай бог, два, это была катастрофа. Поэтому я всегда как на битву на какую-то школу шла. А, да. Тебе нравилось учиться в школе? Да, мне нравилось учиться в школе. А тебе нравится учиться в школе? Да, мне очень нравится. Сколько раз тебя вызывали к директору? А, у меня был один случай. Я отпросился за 10 минут до окончания урока по своим делам, да, это отпрашиваться в туалет, правильно? Понятно. Вот. И я, значит, у нас длинный-длинный коридор и звонок с одного конца коридора и другого. Я проходил мимо левого крыла, да, вот. И в этот момент какой-то хулиган нажал на звонок раньше времени. Фальстарт, ну, балуется. У вас так делали? Делали? Нет? Нет, у нас, к сожалению, такого нет. У нас такая школа была не советская, хотя Советский Союз, да. Вот. И меня поймал за ухо этот ОБЖшник, учитель, и потащил меня просто за ухо очень сильно. И говорил, ты позвонил? Я говорю, нет, не я. Он мне не верит. Я говорю, это не я делал, поверьте мне на слово. То есть он мне не поверил и повел меня к заучу. Для меня это по сей день очень такой триггерный момент, и мне очень важно, чтобы мне верили. Вот. Поэтому старайтесь не врать. Вот. Потому что потом вся жизнь может как-то вот так вот неправильно пойти. Но я говорил правду. Сколько раз тебя вызывали к директору? Каждый день. Да? Да. Я вот безобразником был вообще жестким. Меня к заучу, постоянно сейчас вызывают. Ну, у нас с тобой много общего, мы с тобой даже внешне похожи. Слушай, ты не мой сын. А у тебя есть родители? Да, да. Каждый я сыновлю? Был один раз, но вызвали моих родителей, потому что это был первый класс. Я просто ответила моему обидчику, меня папа научил, потому что он до этого меня обижал, и я приходила в слезах. Ну, и мой папа говорит, давай я тебя научу приемчику, Маваша называется. Нога вот так вот летит наверх и по голове. Ну, на следующий день я тут же обидчику ответила, и родители вызвали к директору. Много. А тебя? Два раза. Два раза. Ты, значит, ты гуд бой, не бэд бой. Ты хороший мальчик. Да. Или плохой. Нет, хороший. Хороший. Ой, много, много раз вызывали, настолько не вспомнили. Настолько хорошо, что мы с директором очень хорошо подружились. Ой, я так не сосчитаю. Ну, много. Больше тысячи, больше. Ну, раза три. Как ты вы расшифровал слово «жара»? Жара – это прекрасное настроение, прежде всего, и прекрасная атмосфера. Жара? Да. Ну, что-то такое, знаешь, ну, тебе такое нельзя, конечно, слушать. Ну, такое, что слишком взрослым, понял? Ну, ладно, все. Такое, что-то прям такое дикое, понял? Да, я понял, понял. Страсть, страсть. Понял, понял. Когда вижу жару, канал включаю, меня вот так вот, понял? Ну, вот, патриансово, это у меня мурашки по всему телу. Ой, когда все очень красиво, невероятно и много музыки. Просто ассоциацию скажу. Это лето, это мороженое, и это телеканал «Жара». Жара? Тоже вот так вот, паникулит. Да меня в ступор поставил. Что за мужик здесь вышел? Уберите его. Ой, простите. Жара, жизнь, артисты, Россия. И Алена, блин. Жара – это что-то очень жаркое, горячее и обжигающее. А ты? Я подальше. Ну вот, видишь. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Сегодня я побывал в роли учителя и проверил школьные знания у звездных учеников. Кому из них поставят в дневник пятерку, а кому двойку, пишите в комментариях. С вами был Лео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова